Во дворце спорта «Триумф» прошел Кубок Московской областной федерации каратэ. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 18 городских округов. За поединками наблюдал Богдан Колесников. Кубок Московской областной федерации каратэ в Люберцах проводят впервые. За призовые места в дисциплинах кота и кумите соревновались дети и взрослые. Воспитанник Люберецкого спортклуба «Держава» Константин Штробель увлекся боевыми искусствами более 10 лет назад. На его счету десятки победных поединков. Хорошую спортивную подготовку и настойчивость показал и этот бой. Финальный поединок был довольно сложный, потому что соперник хорошо отделал свою работу, но у меня получилось обойти его встречный удар и забрать победу. Я не был останавливаться достигнутым, потому что впереди еще более сложные соревнования, еще более сложные бои и более сложные соперники, на которых у меня есть свои ответы. А ответы помогут найти тренеры, которые дают наставления не только во время тренировок, но и на соревнованиях. И задача спортсмена – услышать наставника и грамотно применить приемы во время поединка. Хорошо, инициативу не отдавай, все правильно делаешь. Чуть на себя вытяни, хороший вход. На его движение, вот на это движение, вот на это. О! Умница! Наши ребята достаточно хорошо себя показывают. У нас из отборочных возрастных категорий отобралось порядка 10 человек. На Кубок России 4 человека, 5. Вот, и 4 человека на спартакиада. Почему это привлекает? Потому что это безопасный спорт, хорошее судейство. И можно себя проявить детям. И они становятся сильными, уверенными в себе. Это самое главное. Может, он не будет спортсменом, но будет человеком, потому что он в жизни чего-то добился. Татами оно не прощает ошибок и не дает быть трусом и слабым человеком. Люберчане всегда борются с полной отдачей. В результате первое общекомандное место. По окончании турнира спортсменам присвоили юношеские спортивные разряды. А победители прошли отбор на летнюю юношескую спартакиаду и Кубок России. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.